Всем привет, ребятушки! Всех приветствую на канале Трекер ТВ! Ну что, начинаем вторую серию! Я в накопителе, всё, заехал, время 18.20, можно сказать. Сегодня у нас какое число-то? Ёлки? Шестое! День целый я там простоял, хоть я был-то около круга уже. Что-то опять Литва там плохо пускает. В общем, 18.20, сейчас посмотрю, какое, чего как. Сейчас денежку дам, пойду, заплачу 5 рублей, чтобы мне позвонили, когда выезжать. Ну, я так думал, что не раньше завтрашнего утра, наверное. Ну, или хотя бы где-то час ночи, два ночи, ну, не раньше, наверное. Взял себе поесть, винегретик, курочка. Подорожал еда из-за курса. Теперь еда по 400 рублей. Была по 300, а теперь по 400. Комплексный обед. Вот такие дела. Ладно, пошёл платить денежку. Всем доброе утро, ребятушки. У нас 6 утра, 7 марта. Вот, я всё в накопителе. Сейчас проснулся, решил посмотреть. Значит, получается, я так седьмой, а по живой очереди второй. По идее, должны меня сейчас вызвать. Вот я на этом экранчике появлюсь. И плюс мне позвонят ещё по телефону. Ну, я так завёлся, чуть-чуть. Но, опять же, это неизвестно. Тут можно и вторым простоять полдня. А можно сороковым проскочить за час. Так что тут как-то это, всё вот так вот. Ладно, стоим, ждём. Колёса, главное, всё нормально. Ну, задний уровень тоже нормально. Двери у нас всё нормально. Здесь тоже нормально. Здесь нормально. Лампочка у меня перегорела только. Габаритки горят. Вот это её менял. И она опять перегорела. А я инструмент, как всегда, с собой забыл. Ладно, ждём, когда нас вызовут. Я уже первый, по живой очереди. Пятый. По такой поставной. Ну что, ребятушки. Сижу пока всё на таможне. Время московское 16.30, литовское 15.30. Вот. Пока не растаможился. А во сколько заезжал? Я же говорил, да? Я уже забыл. Говорю, делайте ставки. В 11.20, что ли, да, я заехал вроде? Или в 10.20? А, нет, в 12.30 мы же прошли. Забыл, в общем. Ну не суть, всё равно. Пока не растаможили. Ну, пломбы пришли, посмотрели уже. Сняли, в общем, но пока не растаможили. Им осталось работать полтора часа. Если они меня за полтора часа не растаможат, то я остаюсь здесь тогда. Блин, здесь не поесть. Ничего. Я есть хочу уже. Потому что я пролетел в столовку и не стал заезжать. Но он быстрее бы растаможится. Да в гостиницу. Вот. Ну. Получается вот так. Едем мы с вами завтра в Таллин. Это отдельная уже будет история, наверное. Да. Сегодня бы растаможится. Если не растаможится, то Таллин у нас на завтра отменяется тогда. Потому что, потому, потому что до Талли у нас далеко. Расскажу точно. Ну, 600 километров должно быть. Ну, 586. Чуть-чуть ошибся. 586, 7,5 часов в ходу. Ну, это где-то 8,5 часов. Вот так вот. Это получается весь день ехать. Если выйти рано с утра завтра, то только к вечеру я буду в Таллине. Вот как бы так. Так что Таллина отсюда далеко. Ну, 586 километров не так далеко, конечно. Ну, все равно. Это вебасту меня жужжит. Ладно, стоим. Ждем, когда нас растаможат. Ну, что, ребяточки. Делаем ставки. Уеду я сегодня с таможда или нет? Сходил, взял кофейку. Слава богу, не кофе дешевый по 50 центов. Ну, это дешево. Ну, по нашему курсу это дорого уже, как бы, да. Но это дешево, потому что обычно везде по полтора евро там на заправках и так далее. Это 50 центов. Ну, поесть-то негде. Я же сюда спешил и столовку проехал. Ничего не поел. Надеялся растаможиться. Вот. И, блин, я отсюда говорю, до города не добраться. Отсюда такси в город стоит 28 евро. Ну, у нас же карточки себе заблокировали. Получается, я своей карточкой расплатиться тоже не могу нигде. Ну, российской я имею в виду. Снять денег, скорее всего, с нее тоже не могу. В банкинг зайти я тоже не могу. Сбербанк меня почему-то не пускает. Пишет, нет интернета, но он есть. Скорее всего, то, что я в Литве. Да, он меня не пускает. Код ошибки 1004. Не запускает. Я не могу зайти даже в банк. Вот. Ну, в общем, весело. Налички у меня не так много. Я уже много потратил. Ну, на гостиницу хватит, конечно же. Но это если на такси не тратить. Вот. А такси, говорю, 28 евро. Ну, это надо туда. И утром-то завтра обратно вернуться за 28 евро, значит, надо. Это, блин, получается 60 евро практически. Это вообще жесть. Это круто, слишком. И гостиница 37 евро. Ну, с нынешним курсом, посчитайте. Какое катание обойдется. У нас, знаете, деньги в ресторане можно покушать. Очень хорошо. А не просто прокатиться туда-сюда. Ладно, будем сидеть, что делать. Сидеть. Ждать. Надеюсь, что, может, и растаможит. Еще у нас 50 минут есть в запасе. Все может быть. Все, ребяточки. В общем, оказывается, таможня до 8 все-таки работает здесь. Так что, есть шанс до 8 хотя бы растаможиться. Время уже полшестого. Ну, местное. Так что, ждем. Ждем. Включаем вебасту. Ждем до 8. Вот если до 8 не растаможит, ну, тогда точно до завтра уже все. Вот. Если растаможит, тогда, наверное, поеду в гостишку. Уже выгружаться завтра утром буду. Чтобы не в 10 же вечера выгружаться. Тут еще до города же доехать надо. Полчаса времени. Так что, ждем. Ребяточки, в общем, время 7. Меня не растаможил. Решил не ждать до 8. Позвонил заказчику. Говорю, приезжай, забирай меня от эвозива в отель. Потому что позвонил в отель. Но у них клиентов мало. Они все, говорят, мы через час полностью все закрываем. Говорят, не поесть. В общем, не попить ничего нельзя будет. Я говорю, нет, нет, давай. Забирай меня 8. Это. Потому что хоть попить, поесть. Ну, вы сами понимаете, как бы. Черт, мне второй день голодать, что ли? Вот. Так что сейчас вот собираюсь. Сейчас он приедет минут через 15, наверное. 20. Тут ехать тоже ему, в принципе, полчаса, наверное. И то, если он сразу стартанет. Они литовцы обычно такие. Ну, не очень-то. Торопливые. Ну, в общем, вот так вот. Ну, если пока не приедет и позвонят. Ну, что растаможили. Ну, значит, тогда сам поеду. А если он вперед приедет, значит, с ним поеду. Вот. А уже завтра сюда вернусь на такси. А что делать? Ну, блин, то что же я уже есть хочу. И отдохнуть хочется. Так что все. До нового включения. Скажу вам, что-то в растаможене у меня сегодня или нет. Ну, наверное, нет уже. Потому что время 7. Осталось, в принципе, час. Ну, хотя все возможно, понятное дело. И за 15 минут могут позвонить. Сказать, все, выезжайте. Мы у вас растаможилием. Посмотрим уж. Всем привет, ребятушки. Что, я в гостинице? Ай, тут такие проблемы. В общем, здесь притесняют русских конкретно. То с именами русскими, с фамилиями. А здесь таких много же. Я даже сейчас с этим столкнулся. Мне сейчас девушка на ресепшне сказала, говорит, тут пытались вчера заказать такси белорусы. У них привязан аккаунт к белорусскому номеру. Ну, и понятное имя-то, фамилия белорусская. Такси все отказывались. Не приехало ни одно. Вот, я сейчас тоже попробовал вызвать такси. У меня тоже написано мое имя, фамилия. Но латышеский номер. Тоже не приехало. Такси отказываются все. Вот, ну, я схитрил, в общем, теперь Андрюс. Я зашел на стройки, поменял имя и фамилию свою на литовское. Все, такси едет. Через 9 минут будет такси. Я выезжаю на таможню. Сегодня меня должны растаможить. Выгружаюсь, ну и в Таллин. Так что приходится хитрить. Приходится хитрить, потому что вот такая сейчас ситуация. Теперь я Андрюс. Литовец, то бишь, который литовского не знает. Не, ну, пару слов знаю. Все, поехали. Че, всем привет, ребятушки. Ну что, стою я на таможню. Время уже у нас, сколько местное, 20 минут. 11-го. Пока не растаможили. Ждите, говорит, ждите. Я говорю, ждем. Поросень большой. Машину замерзать, завел. Пускай потарахтит чуть-чуть. Блин, ну, надеюсь, что сегодня их там будет. За целый день-то хоть. Снесли-то все замерзшие. Так что вот так вот. Ладно, ждем. Слушайте, только что позвонили, меня растаможили. 12.24 время. Все, побежал я за документами и на выгрузку. Выгружаюсь. И в Таллин. Все, давайте, побежал. Все, едем на выгрузку. 11 километров осталось. Ну, в сам Вильнюс едем. Потому что я растамаживаю здесь, ну, в области. Этот груз обычно всегда в области растамаживается. Возвращаемся, можно сказать. А потом обратно по этой же дороге поедем. В сторону Таллина. Ветер. Ну, погода хотя бы нормальная сегодня, без осадков. Вчера-то снег какой-то был. Все, приехали на разгрузку. Раскрылся я уже. Все, доехала. Все три полета. Даже я их привязывать не стал. Ремни положил, но не стал привязывать. Вообще даже не сдвинулись. Хорошо. Я думал, здесь меженовая, это скользкая. Думал, будет проблема. Не, нормально. Ну, я аккуратненько. Так что, все, доехала. А свет можно и не включать. Что-то свет стал замыкать где-то здесь что-то. О, видите, он раз, что-то не горит. О, а, да, что-то с розеткой. А, потом электрик глянет. Так, ну что. Ну, все, ребяточки, выгружаемся. Все, давайте тогда рейс заканчиваем. Потому что сейчас мы поймем же на Таллин, будет другой рейс. Так что, всем пока. Всем добра. Мира. И так далее. Вот. Подписывайтесь на канал. Лайки, дизлайки. Ну, и переходите внизу под описанием. Будет канал на Дзене. Мой. Там все то же самое. Все эти видео будут добавляться. А я выгружаюсь. И начинаем новую серию на Таллин. Таллин и Иванова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok